приветствую вас любви свете единого творца вот мы продолжаем с мишей фингелем общаться на религиозную тему но заочно но мы тогда этого общались просто сейчас ее называю лжецом потому что он не лжец он трактовальщик он трактует как может и вот он пост выложил тоже я вижу его в этом посте его настроение его некую такую растерянность или сожаление эмоции тут чувствуется но тем не менее продолжу обсуждение что же он хочет сказать свое оправдание наихудшая из человеческих черт это глупость наилучшая черта эта мудрость с полностью согласен глупость это глупость и она правит миром правит религиями и все люди которые верят в глупости которые написаны глупыми людьми когда-то значит ввергают мир в то что в чем мы сейчас живем а мудрость к сожалению присуща присущая небольшому количеству людей все остальные плохие черты человеческого характера это порождение глупости какие остальные а первые какие а глупость ну да наверное а все другие хорошие черты это порождение мудрости ну тоже хороший плохой это вот как сказать вот допустим для тебя иудаизм это хорошо для меня это не хорошо это мягко подбираю до слова соответственно ну как что только хорошо и что только плохо это у каждого свой взгляд своя правда мы говорили есть истина есть правда а есть ложь да вот так что тут своя правда не веря в бога опять же в какого бога вот луна до луна светит или светило или отражает что она вот у вас бог луны и календарь лунный и на голове вы носите символ луны да как и мусульмане тибетейки лет эти чалмы это все символы луны вот вы верите в луну лень жадность зависть да это все черты о которых ты рассказывал когда тебя раввин обманули это все да это присуще и вам это присуще принципе любой нации не говорю что вы самые плохие но вы 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 избранные да вы же это не отрицаете ваши книжки читают люди и берут у вас пример так что но вы на первом месте на пьедестале но остальные берут у вас пример вот это вот все зависть ленности так далее плохой выбор друзей до плохие выборы по жизни да ну просто посмотри где находится израиль на и посмотри где находится не знаю там франция россия германия ну это как вас бог выбрал для вас бог выбрал самое лучшее место на земле серьезно так плохой образ жизни выбор жизни неуверенность слабость страх отсутствие гибкость и все это следствие глупости да да это про еврейский народ который живет в израиле когда этот народ живет в москве как ты жил да мы были нормальными гражданами советского союза или россии когда вы жить в других странах вы ассимилируетесь вы мимикрируете вы берете фамилии местные вас незаметно вы не выпячивайтесь да вы гибкие и это позволяет вам выжить других странах принимать гражданство и клясться верности другим государством но это все как бы понимаете да вот а те кто живут в израиле вот они прям буквально прочитали тору и по соседям хренача там из всех стволов это это не гибкость дальше мудрость же рождает других детей вера в бога усердие умение делиться делиться ракетами да способность принимать то что бог лучше знает кому и что дать ну то есть зачем тогда влезать в дела соседи если бог знает если бог распределяет земли так зачем тогда вы лезете к соседям к сирийцам к ливанца палестинцам карданса в египет зачем вы туда лезетесь ли бог все знает без вас нестыковка правильные выборы по жизни уверенность сила смелость гибкость ну да да все это я уже сказал об этом более трех тысяч лет назад написал великий царь соломон ну великие про великость и вселенность может тоже сказали ты подтвердил великий это в районе вот израиль великий израиль это вот это veliko но это как великое великое резанская область до великое великолепная вселенская резанская область так такой израиль великим его и насчет цитата главная мудрость приобретая мудрость и всем имением твоим приобретай разум, высоко цени её, и она возвысит тебя, она прославит тебя. Если ты прилепишься к ней, возложи на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец, бла-бла-бла-бла-бла-бла». Как я уже говорил, учить, то есть слова-то нормальные. Нормальные, да, отличные слова, отличные. К тому же Соломон, он выделялся среди других иудейских царей тем, что он имел, ну, как опять же, и вы рассказываете, да, как в анекдоте. Дедушка, вам сколько лет-то? Ну, 75. Ну, и что вы тут пришли ко мне, что у вас там не стоит? Ну, и вы рассказываете, что у вас сосед, как ваш сосед, и вы рассказываете. Поэтому, согласно рассказам, у Соломона было 700 жен, да, и были среди них иноверцы, иноверки, да, и он им строил другие храмы. Вот он был гибким. Вот он на какое-то время собрал вот это разномастное племя, да, в одно государство, которое потом развалилось. Вот. Ну, вообще, Миша, ты говорил, что цыгане тоже любят музыкальные инструменты, я с тобой согласен, твой намек я разделяю. Вы вышли из Индии, ваше племя, потом разделилось на цыган, которые пошли на север, и на вас, которые, оседая в каждом государстве пути, в Персии, там, не знаю, дальше, вот, Месопотамии, то есть, в Египте, вот этой вот Ближней Азии, значит, вы мимикрировали, вы приспосабливались, вы потом это проживание называли рабством, значит, и вы создали свои сказки уже, в которые уже поверил весь мир, что так оно и было. Вот, значит, про Соломона, да, ну вот он старался, но вы же не пошли по его пути, и у него была возможность, была возможность организовать такую, ну, может быть, средней руки империю, если бы, значит, он продолжил, или его последователи продолжили его дело, потому что собрать вот эту разномастную кучу племен, ну, другим-то удавалось, египтянам удавалось, да, ассирийцам, грекам, римлянам, значит, этим, арабам, османам, все удавалось, а вот, вот, как бы, у вас тоже могло удастся, и у вас могла бы реально быть империя, там, ну, размеру, может быть, современной Турции, например, да, это вот можно было уже назвать империей, вот, и Армения в свое время была великой, да, то есть по территории, ну, достаточно большой, но у вас все великое такое, как бы, великий стакан, да. Хотел сказать еще про ваше колено, но думаю, это скажу в другой раз, тема большая, тут устанете слушать. Значит, хочу сказать, Миша, напоследок, да, глупость – это плохо, и вы в глупости, в первую очередь, иудеи, которые верят в сказки, которые мечтают об этом уже тысячи лет, что когда-то, когда-то придет тот момент, когда у вас у каждого будет там по 2800 рабов, и вы ничего не будете делать, вам будут облизывать ботинки, это глупая сказка, это та глупость, о которой ты пишешь, и в этой глупости вы, умные люди, с виду умные, да, люди, живете и питаетесь вот этими надеждами, что когда-то наши предки, наши потомки, значит, вам все воздадут за то рабство, в котором мы жили, за те уважения, ну, как бы, вы живете вот этим, а реальные народы с реальной историей, с реальными странами живут себе, как бы, и просто наблюдают, что происходит с вами. Особым народом на земле, особым, в моем понимании, не лучшим. Вашим это лучше, вы прям там звезды на небе. Я считаю, что глупцы на небе, да, или глупцы на земле. Ну, на этом я покидаю вас, любви и свете единого Творца. А тебя, Миша, я приглашаю на вторую беседу, ну, напишу тебе, ну, ответ будет, скорее всего, отрицательный, но приглашаю, что, давай поговорим, у тебя есть ум, у тебя есть логика, и я считаю, что ты нечистокровный еврей, иначе бы ты картавил, значит, у тебя есть генетика нормальная, славянская, там, не знаю, европейская, ты умеешь думать, давай поговорим, подумаем, приглашаю. Пока.